Христос воскресе! Добрый день, дорогие слушатели, зрители православного канала «Экзегет». В эти светлые дни Святой Пасхальной Седмицы мы с вами продолжаем исследовать внутренний смысл, внутреннюю логику евангельских чтений, которые для нас освящают каждые из дней этой праздничной Световой Седмицы. И, как мы уже говорили, выбор этих евангельских чтений совершенно не случайен. Они все соединены единым общим началом, они все готовят человека к главному деланию его жизни, к деланию богопознания, к тому, чтобы постигать Бога, для того, чтобы духом своим следовать за Ним. И поэтому все они на самом деле обнаруживают такую внутреннюю связь. И для нас с вами важно проследить за этой связью и сделать ее очевидной для наших душ вместе с тем чрезвычайно важным содержанием каждого из этих евангельских чтений в отдельности. Итак, сегодня мы с вами уже будем рассматривать евангельское чтение Пятницы Световой Седмицы. Мы уже с вами, так сказать, подошли к ее блистательному завершению и окончанию. И вот в этот день мы с вами как бы отступаем назад. И в предыдущий день, совершав чтение восьмого зачала, теперь вновь возвращаемся уже к седьмому зачалу Евангелия от Иоанна. Очень интересно, очень любопытно, почему именно его, те, так сказать, святые отцы, кто устраивал этот круг и последование православного богослужения, почему именно его они поставили вот на это место, потому что в первый момент это как-то вот чтение вызывает, ну, какие-то вопросы такие, может быть, недоумения, и кажется, что несколько даже выделяется из вот той общей концепции путей богопознания, о которой мы говорили. Но в действительности, как мы увидим, это не так. Седьмое зачало Евангелия от Иоанна на русском языке звучит следующим образом. «После сего пришел он, то есть Господь Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали валов, овец и голубей, и сидели именно в щеки денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех также овец и валов, и деньги умновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. При всем ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня. На это Иудеи сказали, каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ, разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. На это сказали иудеи, сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его, а он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Итак, здесь говорится о вот таком первом и довольно таком, но необычном поступке молодого учителя из Назарета, который только-только вышел на путь своего общественного служения. И это свое служение начинает с такого конфликта со всей, вообще говоря, системой тогдашней иудейской религии, вообще устройства тогдашнего иудейского общества. Он бросает ей вообще совершенно такой, на самом деле, смелый вызов, такой очень решительный. Ведь, судя по повествованию Евангелия Теана, это происходит сразу, как только он выходит на путь своего служения. Он еще не успел обзавестись какой-то поддержкой, какими-то сочувствующими в среде, в общем-то, и представителей власти, которые первоначально эту поддержку ему оказывали после его проповеди, после тех исцелений, которые он совершал. Это все совершается вот буквально после того первого чуда, которое Господь сотворил в Кане Иудейской. И вот здесь уже такой вызывающий поступок, который может, безусловно, соблазнить и, может быть, даже отвратить многих. То есть Господь приходит в Иерусалим и находит, что там продавали валов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И он, сделав бич из веревок, выгоняет вообще все это блеющее, мычащее стадо и ругающееся, безусловно, из храма. Ну, собственно, надо сказать, что в самом храме, конечно, этого не происходило. Но храм окружала такая галерея, в которой как раз-таки, в общем-то, можно было купить все, что было необходимо. Фактически Господь приходит в церковь и разрушает там церковную лавку. Вот если на наши реалии, да, это вот так вот как-то перенести. Но если наша церковная лавка в общем состоянии бывает вести себя прилично, торгуя, в общем-то, какими-то там действительно вещами необходимыми, такими как свечки, там, крестики и так далее, вполне может, принимая записки, и может не делать этого в какие-то такие важные моменты богослужения, то здесь, конечно, ситуация была несравнимой, да, человек приходил в храм и должен был принести им определенные жертвы. Этими жертвами были отнюдь ни свечки, ни крестики, там, ни записочки, да, это были валы, были быки, это были овцы, это были в самом, так сказать, щадящем случае голуби, которых надо было потом вот этих животных отгонять в храм и там приносить на алтарь. Священнослужители от имени этого человека или его общины возносили эту жертву. И понятно, что, конечно, обстановка в Иерусалимском храме была совершенно иной и отнюдь не располагавшей к молитвенному созерцанию, к какому-то такому трезвению, да, к которому располагает современный, должен располагать, по крайней мере, современный храм христианский. Но Господь-то хочет привнести именно вот это начало в христианскую жизнь, да, он хочет изгнать вот это торговое начало, он хочет возвысить своих слушателей до богопознания, которое, конечно, достаточно трудно, в общем-то, себе позволить вот в той обстановке, в которой совершалось богослужение Ветхозаветного храма. Почему там были еще все вот эти менялы и так далее? Ну, во-первых, потому что в Иерусалимский храм приходили паломники не только из разных краев Палестины или там иудеи, из бывшего там колена Израиля, а приходили, в общем-то, иудеи, находившиеся в России, не из Александрии, из Парфи, из Мидии, из Вавилонии, то есть из самых отдаленных вообще концов тогдашней Айкумены, из Египта, из Нубии, из Эфиопии, откуда угодно, везде, где существовали вот эти, из Йемена, везде, где существовали эти общины, они приходили, естественно, приходили со своими деньгами, и для того, чтобы купить эту жертву, нужно было сначала свои деньги, так сказать, совершить, как сейчас это называют, эксченч, нужно было поменять свои принесенные ими деньги на те, которые имели хождение здесь, ну а кроме того, им нужно было всем, каждому взрослому мужчине старше 20 лет, нужно было вносить еще и определенную жертву на храм, ту самую, которую в одном евангельском повествовании сборщики этой самой жертвы на храм пытаются получить от Петра и от его божественного учителя, ту самую дидрахму или статир за двоих, которые вот вносились в храмовую казну и сокровищницу, а кроме того, собственно, ведь вот вообще храм иудейский был очень многофункционален, помимо того, что это было место богослужения, это был еще и главный вообще иудейский банк, еврейский банк. Дело в том, что сокровищница храма была таким, ну как сказать, вот такой подушкой безопасности вообще для всей иудейской общины. Там хранились деньги, которые в какой-то вот такой момент острый в жизни иудейской общины могли быть только согласие всего совета Синедриона взяты из этого банка и использованы, ну для выкупа пленных, для того, чтобы заплатить какие-то контрибуции завоевателям, откупиться там сказать от кого-то, то есть это были такие, ну выходящие из ряда вон случаи, вот такой общественной нужды, вот такой был общественный банк. И каждый правоверный иудей в своей жизни говорил о чем-то, так сказать, своего имущества, что это карван, да, как мы слышали из евангельского чтения, и это жертвовалось на храм. И иудеи очень ревниво за этим следили, когда, например, Пилат из этих храмовых денег попытался взять необходимую сумму для того, чтобы в этот же храм провести водопровод, это привело чуть ли не к выступлению, к революции, к пролитию крови, к тому, что Пилату пришлось потом с кровью жестоко подавлять этот иудейский мятеж, потому что он, так сказать, посягнул на то, на что не имел никакого права в представлении иудеев посягать. С его точки зрения, как римского правителя, было вполне логичным храмовые деньги употребить на нужды храма, провести туда дополнительную канализацию, но совсем по-другому на это смотрели иудеи. Итак, вот что стояло вообще за всей вот этой структурой, на которую поднял руки Господь. Это было все практически устройство всей иудейской жизни и всей этой, можно сказать, диаспоры, всех общин, которые находились где-то далеко на другом конце земли, но продолжали поддерживать связь, духовную связь со своей родиной, благодаря существованию Иерусалимского храма. И вот Господь указывает на такую принципиальную неверность самого подхода к существованию этого храма. Удивительно, что его, конечно, тут же и сразу не связали, не передали оккупационным властям, как вредного террориста и бунтовщика, но нет сомнений, что подобная репутация с этого момента за ним уже начала закрепляться. А ведь его стремлением было только сделать храм домом молитвы, а не домом мычащих и блеющих животных и домом меняла финансовых расчетов. И когда иудеи в возмущении говорят ему о том, что какое право он имеет поступать таким образом, требует от него какой-то знамени, Господь очень мудро им отвечает. Он говорит, разрушьте храм сей, и я за три дня воздвигну его. Ну, по своей приземленности иудеи, и фарисеи, они воспринимают это буквально, воспринимают это как очень хитрую ловку. Но действительно, кто будет разрушать храм, строившийся 46 лет, лишь для того, чтобы посмотреть, как какой-то новоявленный религиозный шарватан, как им кажется, за три дня его чудесным образом воздвигнет. Господь, так сказать, улавляет премудрых в премудрости их, в их хитрости такой, да, и, в общем-то, как бы ставит перед ними такую невыполнимую задачу. Но при этом здесь содержится и намного более такая глубокая мудрость, ведь на самом деле они же, вот именно те люди, которые сейчас беседуют со Спасителем, именно они или их самые ближайшие потомки и последователи разрушат этот храм своими руками. Они уничтожат его, потому что Иерусалим будет находиться в осаде всего лишь через какие-то там меньше сорока лет, которые пройдут с момента, видимо, вот этой беседы там, ну, около сорока лет, которые протекут, и Иерусалимский храм станет местом соперничества трех банд, которые захватили Иерусалим, и он будет сожжен, он будет уничтожен, разрушен. И фактически это сделают сами иудеи, своими руками. Господь предрекает им вот такую страшную будущность и говорит о том, что при этом воздвигнет совершенно новый храм, храм своего тела, свою церковь, разрушится религия, построенная на обрядовой, богосушебной жизни, целиком, в общем-то, завязанной на происходящее вот в этом храме Иерусалиме, но будет воссоздано совершенно уже новое, хоть и включающее в себя вот это старое основание, религия, религия церкви Христова и его божественного тела. И вот к этому божественному телу Христову должны присоединиться все те, кто впоследствии пойдут путем христианина, пойдут путем ученика Христова и станут общниками вот того воскресения, которым Господь эту церковь воздвигнет взамен разрушенного Иерусалимского храма. И здесь Господь, помимо всего прочего, помимо важности для нас, принадлежности к этой духовной, мистической церкви, телу Христову, вот Господь указывает, собственно, и на важность вообще храмовой жизни как таковой в нашей жизни, именно благоговейного отношения к храму. Именно к храму в церкви, в храме в церкви совершается вот то богопознание, о котором преподобный Сиросим Саровский говорил, что он хотел бы всегда находиться в храме, никогда его не покидать для каких-то телесных потребностей или для сна. Вот, так сказать, здесь, в церкви, возрастает человеческая душа в той обстановке, которую заповедовал Спаситель, изгоняя из храма все суетное, все лишнее, все ненужное, все материальное и земное. По крайней мере, настолько, насколько это было необходимо сделать. Ну и, конечно, принадлежность к церкви, это тоже такое необходимое условие, необходимый аспект вообще богопознания. Очень часто люди пытаются понять христианство, понять его тайны, понять его учения, не будучи членами церкви, не находясь внутри нее самой как таковой. И это на самом деле приводит к всевозможным извращениям, к всевозможным таким перетолкованиям совершенно неправомочным христианского учения и в результате к уходу человека и от церкви, и от богопознания, и вообще, так сказать, от вечной жизни как таковой, чего с нами, да, не случится в нашей с вами жизни, дорогие братья и сестры. Ну, а мы с вами сейчас продолжаем наши беседы о евангельских чтениях Световой Седмицы, открывающих нам вот этот самый неложный путь богопознания. И, наконец, субботнее чтение на русском языке, оно выглядит следующим образом. Это 11-е зачало Евангелия от Иоанна, которое переносит нас уже к тем временам, которые следуют за беседой, собственно, Христа с Никодимом. После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Веноне близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали, «Муравьи, тот, который был с тобой при Ордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слышит голос жениха, сията, радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен. Вот такое евангельское повествование, которое опять возвращает нас к служению Иоанна Претечи, с которого, в общем-то, и началось наше знакомство с Евангелием от Иоанна и с благою вестью о богопознании. И здесь, из всей вот этой проповеди Иоанна, мы можем сейчас вынести для себя одну наиболее важную мысль, которая является также важнейшим условием богопознания, без которого оно, в принципе, невозможно и никогда не совершится. Это те слова, которые говорит Иоанн Претеча о Христе и о себе, о своей роли. Он говорит, ему должно расти, а мне умоляться. Тот, кто привел, тот, кто должен был привести и множество народа из всей Иудеи и из других мест к познанию Христа, при этом смиренно смотрит вообще на свою роль, на свое участие вот в этом спасительном деле и указывает вообще всем своим последователям тот путь, благодаря которому можно возрастать духовно. Это возрастание духовное, оно состоит в том, что нам должно умоляться, а Христу должно возрастать. По мере того, как человек вступает на этот путь покаяния, на этот путь богопознания, он внутренне меняется. Зачастую сначала человек сам, его собственная личность занимает в его глазах ну такое какое-то доминирующее место. Человек сам себе кажется большим, важным, значимым в этом мире, на этой земле, и он воспринимает Христа и его учения через призму себя самого. Я пришел в церковь, я постигаю Христа, я познаю его учения. как правило, человек приходит в церковь с еще очень такой большой внутренней гордыней, с большим внутренним самомнением, непременным условием духовного роста, как это ни парадоксально звучит, для человека означает его собственное умоление в его же собственных глазах. В нашей духовной жизни все менее и менее места должны для нас занимать мы сами. И все больше и больше значений должен для нас приобретать Господь наш Иисус Христос. Так, чтобы в конечном счете мы целиком и полностью в нашей жизни все ее обстоятельства, все наше бытие ввергли вот в эти русы Божии крепкие и предали Христу как царю и владыке этого мира. Вот это тот процесс, вот это тот путь, которым проходит и должна пройти человеческая душа. От ощущения собственной значимости до познания собственной гордыни, до такого самоуничижения, до самоумоления путем смирения. Потому что только смиренной душе Господь открывает себя, только смиренной душе открываются глубины, высоты богопознания, открываются божественные тайны. И без этого внутреннего смирения мы, если не так сказать, даем возрастать Христу и не позволяем умоляться себе и нашей гордыне, мы никоим образом не достигнем желаемой цели. Вот этим столь важным напутствием фактически завершает Светлую Седмицу круг евангельских чтений. Но беседа об этих чтениях будет неполной, если мы с вами все-таки не упомянем воскресное чтение восьмого дня, того дня, который ну вот был что ли предугадан для нас чтением на вечерне первого дня Пасхи. Теперь это чтение совершается уже до конца и открывает нам ту удивительную роль, которую в благовестии воскресения Христова сыграл святой апостол Фома. Итак, мы с вами читали о том, что Фома после явления Христа другим ученикам не поверил, выразил свое неверие в том, что вот как он говорит, как здесь говорится, Фома, один из двенадцати называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал вам, если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в ран от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал «Мир вам!» Потом говорит Фоме «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою вложи в ребра мои и не будь не верующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ «Господь мой, Бог мой». Иисус говорит ему «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженно не видевшие и уверовавшие. Много сотворил Иисус предучениками своими других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос Сын Божий и веруя имели жизнь во имя его». Итак, вот это чтение следующего воскресного дня, первого воскресного дня после Святой Пасхи, оно, так сказать, для нас с вами как раз таки знаменуется вот этим образом якобы неверующего Фомы. Столь ли в общем плохо то, что Фома проявляет такое неверие? Ну, едва ли учитывая то, что в церковных песнопениях мы слышим как воспевается добрый неверие Фомино. И вот это неверие Фомы, добрый неверие Фомино, его стремление удостовериться на восьмой день после того, как Господь впервые явился своим ученикам в Иерусалиме, оно приводит к такому совершенно удивительному в общем-то последствию, когда Господь явившись предоставляет Фоме такую возможность удостовериться, вложить руку свою в его раны и пальцы, персты, в язвы от гвоздей и при этом вместе с таким вот что ли физическим контактом с воскресшим спасителем происходит и конечно какое-то совершенно потрясающее духовное событие, какое-то потрясающее духовное прозрение, которое видимо такой великой благодатью осеняет святого апостола Фому, поскольку в потрясении от того, что ему открылось от этого опыта общения с воскресшим Христом, Фома изрекает вот такие потрясающие совершенно слова «Господь мой и Бог мой». То есть он открыто, явно впервые в Евангелии из других учеников он исповедует Христа Господом и Богом. То есть и человеком, и при этом воплотившимся Богом. Это совершенно, конечно, удивительно, это сокрушает на самом деле все какие-то такие еретические потуги, попытки свести Христа только вот к какому-то такому проявлению божества, вот поставить под сомнение подлинность, истинность, и воплощение Слова Божия в человеческом образе, как-то принизить его божественное достоинство. На всем на этом святой апостол Фома ставит в прямом переносном смысле крест на всех этих попытках, да, и громогласно возвещает нам истину православного догматического богословия, говорящего о том, что Господь наш Иисус Христос есть и полный совершенный Бог, и абсолютно со всей достоверностью человек. И вот это, конечно, потрясающее совершенно такое место священного Писания, и совершенно потрясающая высота богопознания, являющаяся для нас таким вот недосягаемым примером и образцом, ну, почему-то так сказать, недосягаемым, ведь Господь ублажает не только видевшего, но уверовавшего Фому, но и тех, кто не имеет возможности, может быть, увидеть в своей жизни воскресшего Христа, но тем не менее верит безусловно и всем сердцем, всему учению православной церкви, всему тому сокровищу богопознания, которое собрано было начиная от святых апостолов и святыми отцами в драгоценное собрание премудрости церковного богословия, и мы разделяем со святыми апостолами, с святыми древней церкви и вплоть до нынешнего дня всю глубину, всю высоту их веры, их богопознания, может быть, сами не видев Христа, может быть, сами не быв его современниками, очевидцами, мы ублажаемся Словом Божиим, как не видевшие, но веровавшие. И вот именно вот эта вера, вера воскрешенного Христа дает просто такую нескончаемую перспективу, необъятный горизонт тому богопознанию, которое совершаем мы с вами от того момента, как обратились к вере в Господа нашего Иисуса Христа год за годом, от Пасхи к Пасхе, совершая празднование вот этих великих дней Световой Седмицы, мы приближаемся к тому Царствию воскресшего Спасителя, в котором для нас нашему общению с нашим Богом и Создателем, нашему постижению познания Его не будет конца, если мы с вами положим добрые основания этому процессу здесь, в земной жизни, приветствуя друг друга словами нашей веры во воскресение Христово, Христос воскресе, воистину воскресе. Праздником, дорогие братья и сестры. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok